Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора Зеленский поздравил выдвиженца от республиканской партии с исторической и убедительной победой на выборах. Как сообщил Владимир Зеленский в соцсети X, этот результат стал возможным благодаря впечатляющей избирательной кампании Дональда Трампа. Президент Украины подчеркнул, что провел замечательный телефонный разговор с новоизбранным президентом США. Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира. На следующий день после того, как Дональд Трамп победил, на выборах стали известны детали мирных планов по Украине, которые предлагают новому президенту и его советники. Все они предусматривают заморозку текущей линии фронта и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, по словам источников, Трамп пока не утвердил конкретный план, в том числе относительно того, как он убедит диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Одна из предложенных Трампу идея, о которой подробно рассказали три человека, близкие к новоизбранному президенту, заключается в том, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием для сдерживания будущего российского нападения. Также предусмотрено, что линия фронта будет зафиксирована в ее текущем положении. Киев и Москва согласятся на создание демилитаризированной зоны протяженностью 1300 километров. В то же время администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно предоставить Украине 6 миллиардов долларов оставшихся и средств, выделенных на помощь в сфере безопасности. Сделать это хотят до дня инаугурации Дональда Трампа, об этом сообщает издание «Политика». Отмечается, что в команде Байдена готовятся к тому, что поток оружия прекратится после вступления в должность новоизбранного президента. Сейчас план администрации Байдена является единственной возможностью для Белого дома продолжать отправлять оборудование в Украину для борьбы с агрессией РФ, пишет издание. Давайте теперь к самой главной нашей теме. Итак, в сети сейчас появилось и в разных изданиях несколько вариантов плана Дональда Трампа по Украине. Точнее говоря, это предложения его советников. То есть они все примерно схожи между собой. Там единственное есть различие по определенным некоторым пунктам. То есть схожи они в чем? Прекращение по огня по линии соприкосновения боевого. Непризнание, естественно, официально контроля России над оккупированными территориями. И последний пункт НАТО. То есть Украина не в НАТО, только там вариации. Украина не в НАТО навсегда. Украина не в НАТО на 20 лет. Украина не в НАТО там на 10 лет и так далее. Откуда взялись 20 лет? Я думаю, что посчитали, когда уже Путин точно должен сдохнуть. Вот тогда уже поговорим об этом. Ну, естественно, риторика до победного конца и риторика прекращения по линии фронта, заморозка и Украина еще не в НАТО, конечно, они отличаются. Это я сейчас начальную риторику, где-то сколько там, два года назад и то, что происходит сейчас. Но Дональд Трамп до сих пор не выбрал конкретный план, это пишет Wall Street Journal. Однако некоторые советники все-таки предлагают какой-то конкретный период Украины не в НАТО поставить. Ну вот, пусть будет 20 лет. Помните, в Стамбульске ходили слухи или один из пунктов был, что Крым вынести за скобки, условно говоря, не отбивать его военным путем на 15 лет. Вот тогда примерно тоже считали, что в России же сейчас президентский срок 6 лет увеличили. И вот тогда считали, что Путин максимум еще два срока будет править. То есть плюс 12 лет, там плюс-минус 3 года. Давайте запишем 15, потому что если запишем 12, это будет просто палево, что мы Путину просто даем еще два срока и потом будем разбираться с Крымом. В общем, вот такие планы ходят, но разные советники у Трампа и разные кандидаты в его команду. И у них абсолютно разное видение того, как война должна закончиться. Например, вот бывший госсекретарь, помните, наверное, такого, который может стать министром обороны, Майк Помпео. Он настаивает на плане, который не даст Москве большой победы. Ну, а Ричард Гренелл – это кандидат на должность главы Госдепа, ну или советник по вопросам нацбезопасности. Он как раз хочет быстрого завершения войны, а тут, наверное, больше уступа к Путину. Все планы рекомендуют заморозить войну, отказаться, ну не заморозить, завершить, прекратить, приостановить, там как угодно, садиться за стол переговоров и так далее. Но что интересно здесь? Вот тут у многих возникло прозрение, что Западу наплевать на Украину, как же так, вы же нам обещали поддержку, да победы, оружие, все остальное. На мой взгляд, на мой взгляд, гораздо честнее не обещать того, что не можешь дать. Или еще хуже, не обещать того, что не можешь дать. И, зная об этом, все равно похлопать по плечу, там, все нормально, победим. Сейчас будут танки, сейчас F-16 будет, чуть подождите. Вот если тебе не говорить, что тебе не наплевать на Украину, если, ну, действительно, ты понимаешь, что ты не можешь выполнить определенные условия. Поэтому я считаю, что говорить честно, вот в этом плане гораздо честнее выглядит Орбан, который говорит, да, я топлю за Россию, топлю санкции с патриарха Кирилла снять, буду лоббировать это, санкции против России блокировать буду, помощь Украине блокировать, потому что я зависим от российского газа, я зависим от много чего там российского. Орбан выглядит гораздо честнее, он, конечно же, отвратительный в плане того, что пользуется ситуацией, но он честнее тех, кто говорит, все спокуха, сейчас супервундервафля приедет, и мы все отобьем, все победим. Помните риторика, мы с Украиной до победы, она же была, вот то, о чем я в самом начале говорил, а сейчас Украина не может проиграть эту войну, понимаете разницу. Так что, еще один вопрос важный, и который многие задаются, а что будет, если Путин просто возьмет и пошлет Трампа? Ну скажет, да ну, какое-то заморозка, я уже себе вписал 4 области там и так далее, Запорожье прямо вписал, и что, может вы еще хотите, чтобы я с Запорожской АЭС ушел? Да вы что, Херсон у меня там вписан, уже все готово, а если он просто так скажет, ну и то, о чем мы в прошлой программе говорили, он скажет, ну, знаешь, с тобой не получится, получится с кем-то следующим после тебя, вот и все. Поэтому, ведь что будет, а вот тут наступает самый, наверное, интересный момент этой программы, не побоюсь этого слова, в котором мы подходим к вопросу, а где волшебный пендаль, которым Трамп пнет Путина под зад просто, в наглую так, без церемоний и скажет, а ну бегом сел за стол переговоров, иначе тебе крышка. Так вот, многие предложили, что этот пендаль, это, предложили, предположили, что этот пендаль, это много-много оружия, мол, Путин, если ты не идешь на уступки, то Украину я завалю оружием. Нет, Трамп, позиция Трампа не эскалировать, а завершать войну, завершать войны и не начинать новых. То есть, понимая, что если он даст много оружия, Россия там еще где-то, уже 100 тысяч из Северной Кореи будут воевать, американцы свои войска не пришлют, европейские страны тоже не пришлют. Ну, в общем, Трампу это не нужно, у него есть другой волшебный пендаль, он просто возьмет и обвалит цены на нефть. А это источник, главный источник, из которого Россия финансирует войну, продажа нефти. То есть, Россия может обходить санкции, может свой теневой флот расширять, уже там будет биться, кстати, с Ираном и Венесуэлой. Потому что у каждой из этих стран есть свой теневой флот, свои старые танкеры, которые перевозят нефть в обход санкций, продают ее. Так вот, тут уже будет вопрос в другом, что если нефть упадет до 50 долларов, это очень критично будет. А если до 40, все, гоплык. Потому что у российской нефти есть себестоимость. И месторождение, которое Россия уже выбрала, то есть по факту там уже себестоимость добычи российской нефти приближается к 40 долларам, даже выше. Так вот, если нефть будет на мировом рынке 40 долларов, России придется законсервировать свои скважины. А это, ну, это очень дорого. Потом их расконсервировать. Ну, короче, это нереально абсолютно. То есть, Трамп, у Трампа есть такой пендаль волшебный. И кто же ему в этом поможет? А поможет ему Саудовская Аравия. Потому что во времена своего первого срока он очень активно поддерживал саудовских лидеров. Он заключал с ними крупные сделки по продаже оружия. Это его главный союзник был в регионе. И эта ставка сыграла. Эта ставка сыграла. Я вам на примере Ирана коротко сейчас покажу, как это получилось. В общем, Дональд Трамп, я напомню, что он даже первый свой визит президентский в Эр-Риация совершил в Саудовскую Аравию. Ну, в общем, мы видим с вами, к чему приводит политика умиротворения диктаторских режимов. Давайте на примере Ирана. Я сейчас начну от обратного. 2015 год. Это вот калька Россия. Вот калька просто. 2015 год. Администрация Обамы заключает ядерную сделку с Ираном. Мол, Иран обязуется там не разрабатывать и допускать на свои ядерные объекты МАГАТЭ, ШМАГАТЭ и всех остальных. Ну, а, соответственно, снимаются санкции с иранской нефти и много там разных плюшек Ирану. В общем, в итоге дошло до того, что когда пришел Трамп, в 2018 году уже снова Соединенные Штаты выходят. Не снова, а просто выходят из этой ядерной сделки. Потому что Иран, несмотря на то, что сняли санкции, позволили продавать нефть. Иран задышал, Иран оброс нефтедолларами и сказал, идите вы все в задние черты, в резиновую вот эту шкатулку. Идите, потому что зачем нам соблюдать санкции? И начинает Иран бурно развивать ракетную программу, дроновую программу, все то, что мы сейчас тут в Украине пожинаем, все то, что летает, и вот это все Иран начинает развивать. И приходит Трамп и говорит, что за дела, почему мы дали им возможность зарабатывать, а они забили на условия. В 2018 год США выходит из ядерного соглашения с Ираном. Трамп посчитал недостаточно эффективным сдерживание. Дальше Трамп вводит какие-то драконовские санкции по отношению к Ирану против энергетического сектора, против нефти и нефтепродуктов, санкции против банковского, против судоходства, металлургического, авиационного, ну короче, физических лиц, военных разведывательных структур, нефтехим, телекоммуникационный сектор, короче, обложили со всех сторон Иран. Эти санкции были направлены на то, чтобы там максимально задавить иранский режим и заставить его изменить политику ядерной программы, потому что они дальше продолжали обогащать, ныкали количество урана, а зато денежки текли и позволили им милитаризироваться, развить целую сеть прокси в регионе Хизбалла, Хамас, Йеменские хуситы. То есть, зачем, вот для меня ключевой вопрос, понятно, что демократы с саудитами там не очень дружили, мягко говоря, ключевой вопрос, если вы можете с Саудовской Аравией вести диалог, вам как бы сам Боженька велел с ним вести диалог, Зачем вы режим неадекватных Аятол, а они реально неадекватные, после Шаха там все пошло в разнос просто. Зачем вы задабриваете режим неадекватных Аятол? Калька с Путиным, это вот к чему привело задабривание Путина, той же администрации Барака Обамы? К тому, что с Грузией прокатило, дальше Крым, вообще никакой реакции, какие санкции тут, вы что? Никакой реакции. Донбасс и Путин сидит, говорят, что так можно что ли? Так я так могу много чего сделать. И погнал, поехал. То есть, политика задабривания, забыть про нее. Но, несмотря на все это, после полномасштабного вторжения, все равно дальше продолжается политика задабривания. Но ведь правда, давайте скажем так, какими санкциями и, главное, контролем за их выполнениями обложили Иран, и как Россия бодренько обходит все остальные. В общем, вот эти санкции, они тогда нанесли существенный удар просто по иранской экономике, плюс КСИР, корпус стражи Исламской революции, как террористическую организацию записали Соединенные Штаты. В общем, а потом был американо-иранский конфликт. И там очень интересно. Там очень интересно. Мы сейчас вернемся к России, к волшебному пенделю, ко всему-ко всему, но и к американскому-иранскому конфликту. Напомню просто, что у нас идет сбор. Мы собираем для Global Drone Academy, там, где наших хлопцев учат управлять дронами, профессионально, FPV, разного, всеми типами дрона, из разных подразделений. То есть, подразделение подает заявку. Кстати, подавайте заявку в Global Drone Academy от подразделений, если вам нужны супер-дронщики, быстро, квалифицированно там обучат. Подразделения обучаются, военнослужащие, нацгвардия, разные батальоны. В скором времени расскажу вам очень интересный и позитивный эффект от наших донатов, как повлиял, кого обучили. Без деталей, естественно, но расскажу. Поэтому, если есть возможность задонатить, есть QR-код вот здесь. И я оставляю ссылку в комментарии на банку Global Drone Academy. И отдельное сообщение для Павла из Сиднея. Все получили, все передали. Привет Сиднею. Спасибо. Ну и всем, кто донатит, огромное спасибо. Иран, возвращаясь к этому американо-иранскому конфликту. Иран приостанавливает действия ядерного соглашения. И что делает Иран? Он говорит, раз вы нам нефть продавать запрещаете, значит, ее в регионе не будет продавать никто. Мы тогда перекроем Армузский пролив. Это на выходе из Персидского залива. И вам всем крышка. То есть, они не говорят, что мы там прям перекроем. Условно говоря, этот Армузский пролив, он в самых таких нешироких местах около 40 километров. И большое количество стран Персидского залива нефть своими танкерами именно через него перевозят. Если отрезать линию прибрежную, границу государственную, то там вот нейтральных вод остается в самом узком месте, где-то 2-3 километра. Чтоб танкер вышел, ну или зашел. 2-3 километра Ирану подводные мины там разместить вообще нефиг делать. Поэтому Иран говорит, никто не будет продавать нефть. И мы вам еще и покажем, как это все происходит. И понеслось. Атаки на танкеры пошли. В том числе, там Бахрейн, Катар, Кувейт. Только через этот пролив могут нефть свою экспортировать. А Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак там тоже свои танкеры проводят. В общем, 30% мировой нефти проходит через этот пролив. Вот это Ахиллесова пята региона. Потому что Иран сказал, никто не будет возить. Вот 30% нефти в общем мировой никуда не двинется. И понеслось. Значит, были атаки на танкеры. В Армузском заливе пригнали туда корабли военные защищать эти танкеры. Не помогало. Йеменские хуситы, еще когда про них так мало говорили. В 19-м, в 18-м году атакуют танкеры. Вот где они опыт получили. Вот сейчас они там кошмарят в Красном море. В общем, ведут такую террористически подрывную деятельность. Не продаем мы нефть, не продаст ее никто. Ну и в общем, закончилось это все пиком, мне кажется, этого противостояния, этого кризиса, убийством генерала Сулеймани. То есть, помните этого генерала Касем Сулеймани, важнейшая в Иране персона. Второй человек считался. Его Трамп отдает... Я напомню просто, это все при Трампе. Трамп кошмарит Иран. Иран огрызается. Трамп говорит, смотри, как я могу. Не веришь? Сейчас будет. Сулеймани прилетает в Багдад на переговоры. Он возглавлял как раз Аль-Кутс. Это подразделение, которое занимается внешними операциями. С Хизбалой контактирует. С Хамасом, с йеменскими хусидами. Все эти планируют акции по блокировке заливов, проливов и так далее. В общем, прилетает Сулеймани в Багдад. И Трамп говорит, даю команду. С беспилотников на территории Ирака уничтожают кортеж Сулеймани. И на этом, мне кажется, пик проходит. Параллельно Трамп делает очень серьезные шаги навстречу Саудовской Аравии. Он понимает, что именно саудиты способны действительно повлиять на общий мировой рынок. То есть, оцените разницу. Я сейчас не в чей огород камушки не кидаю. Я кидаю уже просто булыжники. Оцените разницу в подходе. Подружиться с теми, кто может реально влиять на нефтяной рынок и нагнет диктаторские нефтяные режимы, поможет нагнуть их, или умиротворить сами диктаторские режимы. Чувствуете разницу? Вот и я ее чувствую, и весь мир ее почувствовал, политику эту умиротворения. Трамп очень много сделал. Иногда даже оно где-то сконфликтовало с общепринятыми какими-то моментами, ценностями, правом. Но Трамп шел семимильными шагами навстречу Саудовской Аравии. Продавал оружие, высокоточные вот эти бомбы. Закрыл глаза на смерть обозревателя Вашингтон-Пост, господина Хашоги. Помните этот случай, когда его в посольстве что-то с ним там случилось, потом его вывезли и так далее. В общем, когда Трампу прямо задавали вопрос, что происходит, обвиняли руководство Саудовской Аравии, принца конкретно. И Трамп говорил, мы не знаем, что это может быть, если бы мы знали, что это может быть, но мы не знаем, что это может быть, как в известном меме. Ну, в общем, даже так он поступал. Даже передачу ядерных технологий блокировали резолюцию Совета Безопасности по Йемену против Саудовской Аравии. В общем, вот так. То есть, Саудиты, я просто напомню, это те, кто фактически, вот история повторяется, США и Саудиты, доказательств прямых нет, но, скорее всего, так и есть, они развалили Советский Союз. Именно обвал цен на нефть в свое время позволил всего пять лет просуществовать в советской экономике, которая треснула, потому что была подсажена на нефтяную иглу. И думала, что так будет всегда. Вот то, что сейчас происходит с Россией. То есть, возвращаемся. Есть ли этот волшебный пендель? Есть. Трамп в своем предвыборном обещании говорил, что 12 месяцев мне дайте, я в половину цены на энергоносители снию. Реально? Реально. С Саудитами уж точно реально. Саудиты сейчас обижены на членов ОПЕК, плюс и ОПЕК, которые не соблюдают квоты по добыче нефти, в том числе и Россия, кстати. В том числе и Россия. Добывают больше, продают больше, соответственно, демпингуют рынок, ну и так далее. Поэтому, если Саудиты вместе с Соединенными Штатами возьмутся за обвал цен на нефть, тут есть нюансик. Во-первых, может включиться опять история Иран, Россия просит Иран блокировать Армузский, Персидский, плюс давайте судоходство в Красном море, еменскими хуситами, просто будут кошмарить регион, но тогда уже коалиция должна будет взяться, закатать рукава и просто налимонить задницу вот этим упырям, которых они сами покормили немножечко долларами, нефтедолларами. А я еще вам больше скажу. При господине Байдене Ирану было разблокировано 6 миллиардов и там еще было несколько других траншей. За что? Менялись заключенными, гражданами США, граждане Ирана, менялись и США еще разблокировало вдобавок 6 миллиардов Ирану. Достаточно это для развития, скажем так, не очень высоких, дорогих беспилотников, таких как Шахет, например. Вполне, ракеты тоже вполне. Ну в общем, а ну там с нефти гораздо больше Иран получает, о чем я говорю. Так что операция по принуждению к миру может быть и у Трампа есть железобетонный козырь, как зашкварник взять Путина и сказать садись или у тебя через полгода, через год нефть будет стоить примерно столько же, сколько она тебе обходится в добыче. Как ты будешь содержать экономику с учетом повышения ставки Центробанком, с учетом перегрева рынка кредитов, с учетом закрытия окошечка дешевых кредитов для потребителя. Причем в России, я просто напомню, там есть целые отрасли, сейчас угольная, например, которые просто летят вот так вот в пропасть. И Путин несется сзади на огненном велосипеде, летит угольная отрасль, летит Россия, и Путин сзади несется как этот огненный какой-то всадник. И в общем вот так вот такая картина. Угольная отрасль, до свидания. Сжиженный природный газ, проекты крупнейшие, до свидания. КАМАЗ, завод в минус уходит. Кто там еще у них? Ну в общем застройщики крупные. Сейчас оно все потянет по цепочечке. То есть в России не сказать, что прям все супер с экономикой, мягко говоря. Причем прогнозируют еще повышение ключевой ставки в декабре месяце. Поэтому если до 50, а если ниже, это просто. Причем пострадают, обратите внимание, пострадают не только Путин, но и все остальные диктаторские режимы, которые на нефти сидят и нормально себя чувствуют. Уж саудиты, я думаю, как-нибудь перетерпят и Соединенные Штаты. Так что вот такие дела. А вот вам и подтверждение этого всего. Сегодня новость. Кремль допустил переговоры Трампа и Путина еще до инаугурации нового президента США. Песков отметил, что Трамп сам говорил о планах позвонить Путину сразу после победы. Ну это классика российская. Мы никогда никого не просим. Все к нам сами приходят. Поверьте, вы еще пожалеете, если вам позвонит Трамп и сделает предложение, от которого вы не сможете отказаться. Это идеальную версию я вам рассказал. Какая она будет на самом деле, я не думаю, что Путину кто-то пойдет на максимальные уступки. То есть он не в том положении Путин находится. Есть еще один рычаг давления на Путина. Очень эффективный. Китай. То есть Соединенные Штаты, я думаю, уже готовятся вовсю к новым санкциям торговым. Да не к санкциям, к войне торговой готовятся с Китаем. Повышение пошлин. Ласточки уже, точнее эти вороны первые полетели. Европейский Союз уже пошлины на электромобили повысил. Ну и на медицинское оборудование. Сейчас Китаю будет места мало и плохо. Поэтому Китай сидит и думает, во-первых, заморозил свой великий проект «Один пояс, один путь» Си Цзиньпин. И понимаешь, что сейчас все пойдет не туда. Может повторится история с предыдущим кризисом, тогда Китай может и не вытянуть уже. Поэтому рычаг давления на Путина. Мы повышаем все пошлины, которые можем повысить на максимальный уровень. Или ты этому своему псу-шелудивому Путину говоришь убраться из Украины. Как вы думаете, сколько протянет Россия между двумя тисками падения цен на нефть? Китай, конечно, будет счастлив. Вы что, половину, ну он и так там по сверхнизкой цене покупает, но энергоносители подешевеют, можно запасы даже будет делать. Так вот, Китай, который свои прям прямые экономические интересы может на одну чашу весов положить и амбиции Путина на другую. Конечно же, завершение войны так вот. То есть Путину дадут отползти с какой-то микропобедой, но у Трампа гораздо больше рычагов сейчас. И самое главное, что у него есть желание ими воспользоваться. И главное, есть опыт воспользоваться именно политикой давления на Упыревский клуб. Давление, давление, еще раз давление. С Упырями жить по-упыревски выть и Упырей давить. Вот так мы скажем. Поэтому, если не перемудрит Трамп, то все может получиться. Если перемудрит, ну, как мне написали, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Этот день настал. Соединенные Штаты Америки выбрали нового президента. Случилось то, чего так сильно боялись во всем мире. Победил Дональд Трамп. Многие оппоненты считают, что Трамп ставит личные интересы превыше всего. И опасаются, что его новое президентство может привести к изоляции США от остального мира. Подмена Байдена на молодую, прямоходящую и абсолютно не падающую с трапов самолетов Камалу Харрис не помогла демократам. Трамписты ликуют. А где больше всего трампистов? Правильно, в России. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. Трамп возвращается, и никто не знает, что будет дальше. Пока что республиканцы опустошают винные погребы, а в Кремле откупорили последний флакончик тройного одеколона. В штабе демократов настроение, естественно, удручающее. Как говорится, не смогла. Ей бы на вираж пойти. Он потянул и... Это были одни из самых грязных выборов в истории США. Такое ощущение, что их организовывал Кивалов. Вообще, эти выборы напоминают президентскую кампанию в Украине в 2004 году. Дедушка Байден, как и дедушка Кучма, не идут на переизбрание. Вместо них борется пророссийский кандидат и представитель демократических сил. Вот эти руки ничего не крали. В Америке было покушение на кандидата. И в Украине тоже. Если Трамп отделался кусочком уха, Ющенко повезло меньше. Вот это поворот! И там, и там кандидаты обливали друг друга потоками грязи и называли фашистами. За пять дней до выборов он использовал в качестве трибуны для выступлений мусоровоз со своим именем на борту. Как вам нравится мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо Байдена. А Трампе-то оказывается фашист, притом нестабильный и рассеянный фашист. И Гитлера восхваляет книжки, какие интересные, перед сном подсчитывает. Да, это факт. Я считаю, что Трампе профнепригоден, опасен и фашистен. И тогда, и сейчас в выборы беспрецедентно вмешивается Россия. Москва вливает миллиарды, чтобы продвинуть нужного ей кандидата. В Украине в 2004-м тогда все закончилось революцией. Посмотрим, что будет в Соединенных Штатах Америки. Господи, благослови Америку. У Трампа, кстати, много общего с Януковичем. У обоих хорошее отношение с Путиным. У меня были очень хорошие отношения с Си Цзиньпином и очень хорошие с Путиным. Оба не знают, как на украинском языке сказать «елка». Сегодня уже остановляется новоречно. «Елка». Кто знает, может, и у Трампа где-то на ранчо живут страусы. Выборы в США имеют огромное значение для всей планеты. В какую сторону поедет мировой локомотив и куда потянет всех остальных, вопрос пока открыт. Больше самих американцев за этими выборами следили в Украине и Мордоре. Кто за кого болел, было очевидно. Особенно на фоне не очень дружественных по отношению к Украине заявлений и действий от партии Трампа. Джей Ди Вэнс – тот парень, который открыто говорит, что мне плевать на то, что происходит в Украине. Он довольно громко заявляет, что ему неинтересно, что там происходит. Но ведь мы должны оказывать им финансовую помощь. Не воевать, но поддерживать финансово. А такие люди, как Джей Ди Вэнс, скорее поддерживают Россию. Трамп обещал закончить войну за один день. Как? Очень просто. Отдать Путину все захваченные территории Украины. Естественно, Киеву такая предвыборная программа, мягко говоря, не зашла. Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот допустил российское вторжение. Заявил, что сократит военную поддержку и дал грандиозные обещания. Итак, если бы я был президентом, то закончил бы эту войну за один день, за 24 часа. Естественно, Москва аж подвизгивала от восторга при любом упоминании дяди Дональда. Если штаты в труху, то, конечно, нам нужен Трамп. Чтобы и штаты, и Европа. Конечно, шампанское в Госдуме никто не открывал, как во время первого пришествия Трампа. Я хочу поздравить всех американцев, которые добились победы Дональда Трампа. И сегодня они ликуют. Сегодня большой праздник в Америке. Поздравить всех наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа. Ожидания потом не совпали с реальностью. Трамп из Трампа превратился в президента США. Эксцентричного, но все-таки президента. Ожидания Москвы, мягко говоря, не оправдались. Я покончил с Северным потоком-2. Не слышали о нем? Это был трубопровод, который охватывал всю Европу. Я сказал, если мы защищаем вас через НАТО, а вы платите им миллиарды долларов в месяц за энергию, это нехорошо. Я покончил с этим. Бум. На этот раз кремлевская пропаганда была более сдержанной и делала вид, что им все равно, кто победил. Особых предпочтений нет, и вообще все американцы – вражины. Мы же в 16-м году истово в массе своей любили Трампа. У нас находились даже удивительные люди, которые триптихи рисовали. Трамп, Липен и наш верховый. Ну что, на выходе получилось. Но как бы орки не пытались показать, что им фиолетово и они нейтральны, достаточно посмотреть, как пропаганда отзывается об оппоненте Трампа Камале Харрис. Тут слов не подбирают. Камала Харрис. Человек, которого можно описать всего двумя словами. Злобная и тупая. Киселев пошел дальше и вообще сказал, что место Камалы, как женщины, не на посту президента, а на кухне. Видно же было не в своей тарелке Камала, не ее эта тема. Другое дело – кулинария. Ей бы кулинарное шоу вести, она бы там раскрылась. Классика. Мы ни за кого не болеем, но Трамп – наше все. И отряды Путина. Поздравляем тебя, Трамп, с победой на выборах. Но хотим сказать, что это было не так уж трудно по сравнению с тем, что тебя ожидает в будущем. Дональд наговорил очень много неприятного для Украины. Но он известный популист, поэтому далеко не факт, что Трамп сделает то, о чем сказал. Возможно, даже наоборот. Трамп может удивить. И будет удивлять. Это его суперсила. Даже если Москва содействовала его избранию, это не значит, что у Украины вдруг не появится на вооружении томогавки. Не нужно думать, что новый президент моментально изменит ход войны или быстро разрешит конфликт между Украиной и Россией. Эта война закончится только тогда, когда на болотах бледная моль отлетит в мир иной, а населению проведут деноцификацию. Все остальные перемирия, договоренности, уступки, компромиссы только подогреют кровавый аппетит упырей. Русские только пугают. Они ничего подобного не сделают. Они просто пытаются что-то выторговать для себя. Значит, они же не сумасшедшие. Да мы не сумасшедшие, конечно. Но... Российская пропаганда любит кричать, что Украина – марионетка США, что Киев полностью зависит от решений в Белом доме. Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Зачем его только из больницы выпустили? Но Россия зависит от Белого дома еще больше. Москва буквально шага не может ступить без оглядки на Вашингтон. Многие эксперты уверены, что изуверское наступление на фронте, в котором уничтожают сиволапых в промышленных масштабах, рассчитано именно на выборы в США. Орки не считают людей и средств, чтобы успеть захватить лишний кусочек земли до того, как Америка очухается после президентской кампании. Даже из этники воют, что Россия сжигает последние резервы, и в будущем не то что наступать, даже защищаться будет неким. У нас по-прежнему не хватает пехоты, людей вообще не хватает, но пехоты в особенности. И, кстати сказать, о деятельности нашего военно-промышленного комплекса у нас не хватает снарядов. Воевать без образа будущего, извините, очень сложно, особенно в нынешней обстановке, когда СВО, которое было задумано как блестящая короткая операция, ну, в общем, короче, план у нас не сработал. И, как всегда, возник план «Б». И война превратилась в долгую, длинную, кровавую рутину с на сегодняшний день, извините, неочевидными результатами. Поэтому в Кремле молятся, что новый президент США не позволит Украине добить их. Ежедневно тысячи шаманов со всех болот приносят в жертву верблюдов и скунсов, чтобы новый президент США не разрешил Украине использовать дальнобойное оружие. Чтобы не разрешил сотням американских пилотов записаться в ВВС Украины. Путин не отходит от чемоданчика, потому что очень боится, что новый президент США вспомнит, что он президент величайшего и мощнейшего государства на Земле. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Москва пошла ва-банк. Вымотала армию, уничтожила экономику, легла под Китай. И мы очень надеемся, что благодаря новому президенту США она останется без штанов. Президент Трамп – это новая страница в истории нашей планеты. Новая страница в истории Украины. Каким бы ни был Трамп, но президент Соединенных Штатов Америки никогда не будет работать на интересы Путина. Потому что Россия со своим карликовым диктатором – это блоха по сравнению с США. А проблемы блох, как известно, шерифа не волнуют. Это будет реально золотой век для Америки. Это была победа американцев. Сделаем Америку снова великой. Екатерина Адарченко, политтехнолог, нам уже присоединяется. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Ну вот Гроверу Кливленду, демократу, удавалось дважды вернуться в кресло президента США свыше ста лет тому назад. И вот теперь Трамп повторил эту историю. Как политтехнолога, конечно же, хочу вас спросить, как это ему удалось? Какие главные аспекты понравились выборцам, избирателям? В первую очередь, если мы говорим о местных избирателях и о главном месседже компании Трампа. Наша компания делала также ряд работ здесь полевых, поэтому, скажем так, это не просто теория, а информация с полей о том, что ключевой месседж – это экономика. То есть, видите, Трамп, он не отходил от своего ключевого месседжа о экономике. То есть, он говорил достаточно просто. Я сильный президент, при мне вы могли за свои 100 долларов купить больше продуктов, вы могли заправить больше бензина, вы могли купить дом в кредит, в ипотеку дешевле. Это же то, что вам нужно, правда? Поэтому проголосуйте за меня. И вот этот элемент «я сильный президент» он продвигал и в сферах, допустим, внешней политики. То есть, Харрис, ни Трамп не озвучивали конкретный план победы для Украины. То есть, они не озвучивали конкретные элементы, инструменты, которые будут использовать во внешней политике. Мы не слышали ни разу этих подробных описаний. Но мы абсолютно чётко понимаем, что в политтехнологиях есть такое понимание архетипа. То есть, это некий тип человека, политика, который универсален для всех культур. И вот Трамп работает в классическом архетипе «руллер», руководитель, «зевс» этот архетип также называют. И он с него не выходил. Я снова же напомню, что, в принципе, республиканцы собрали денег меньше на выборы, нежели демократы. У демократов были очень эффективные IT-технологии, у них было много волонтёров, они собрали больше денег. Но ключевой экономический месседж он всё-таки победил. И у Харрис снова же сначала была кампания Байдена, потом была кампания Харрис о свободах и женских, репродуктивных свободах, которая не является основной темой сейчас в Соединённых Штатах, людей, которые не могут заплатить за кредит по дому. И в последний день Харрис в целом даже поменяла тип риторики, и последние ролики демократов, они в целом больше соотносились с роликами республиканцев. Это были такие классические политические ролики. Это, кстати, то, что делала и Хиллари Клинтон. То есть у них был общий вайб и драйв компании, общее настроение компании довольно-таки правильное. Но они постоянно изменяли месседж, и людям в результате не стало понятно в Штатах, которые сомневаются. Вот мы делали обзвоны в этих Штатах, обходы домов, мы координировали это. И непосредственно избиратель, который индепендент, который не определился, он говорил о том, что даже тот, кто склонен проголосовать за демократов, они говорили, что Харрисона непонятна, её позиция непонятна, нам нужно больше времени, чтобы понять эту позицию. Но она свою позицию так и не раскрывала. То есть она говорила, да, я мигрант, я была прокурором, я буду вести более позитивную политику. Она выглядела более толерантно и говорила более толерантные вещи. То есть она выглядела более как кандидат в президенты, такой классический, но она не раскрывала практически ни одну тему. Например, как она будет давать 25 тысяч долларов помощи для покупки дома тем, кто первый раз покупает дом. Либо же каким образом она будет давать больший налоговый кредит ряду людей. То есть это хорошее предложение, которое поддерживает, скажем так, левое крыло, но она не объясняла как бы эти вещи. И, конечно, в диалоге с отраслями, я вчера была на election night вечере в республиканском клубе и как раз общалась с представителем отрасли добычи нефти в Техасе. И вот он также рассказывал, что в энергетической сфере, например, все поддерживают борьбу с изменением климата, негативными качествами. Но это же не повод, например, не инвестировать в атомную энергетику и не добывать. Например, мы говорили о том, что даже если добычу нефти сейчас замораживать не стоит ввиду противостояния с Россией, то абсолютно странным выглядит и неподдержка со стороны демократов атомной энергетики, которая является достаточно экологичной. Этот пример Рекса, представителя отрасли, показывает также, что и с отраслями демократы не нашли нужного взаимопонимания, а эти отрасли привлекают достаточно много также избирателей, потому что в них работает достаточно много сотрудников. То есть это вот такие ключевые факторы, почему всё-таки у Трампа удалось. Ну и второе, Трамп всё-таки более… Не только вот этот архетип правителя, он ещё более харизматичный лидер, да, и он запоминается. Как говорит Трамп, «Любые новости про меня — это хорошая новость». Это уж точно. Этим он брал, скажем так, зрителя в первую очередь, своей харизмой и такой напортостью. Ну и, конечно же, вот такие вещи, как увеличить добычу нефти, снизить налоги, а также собирается остановить все войны, звучит очень громко, но пока непонятно, а как он это сможет сделать? Или это просто такие слова, чтобы привлечь побольше избирателей? Конечно, вот мы видим увеличить добычу нефти где-то, Украине это выгодно, мы понимаем, это удешевит нефть и ударит в Российскую Федерацию, соответственно, по её экономике. И снизить возможности введения войны против Украины. Вот как он собирается остановить все войны, снизить налоги здесь более-менее понятно, хотя почему тогда предыдущие власти этого не делали, раз это так выгодно и очень нравится избирателю, пускай останется внутренняя, скажем так, политика. Как вы видите, что более реалистично из этого всего перечисленного для исполнения? Какой сценарий из этих? Ну, смотрите, к счастью, Соединённые Штаты не настолько развиты, потому что здесь один человек не принимает все решения, ну, в отличие от ряда стран Восточной Европы и Центральной Азии, да. Поэтому физически президент не будет принимать сам решение по поводу внешней политики. То есть мы будем в первую очередь видеть, кого он назначит главой Department of State, это, ну, как министерство КМЗС у нас, да. То есть потом, кто будет в National Security Council, это как национальный совет по безопасности, да, эти люди также принимают решения. Потом, безусловно, кто будет этими вопросами заниматься в Пентагоне, кто в Конгрессе будет заниматься как внешней политикой, так и бюджетной политикой. И в Конгрессе есть ещё такой комитет, он называется согласовательный комитет, он даже более влиятельный, нежели комитет, ну, бюджетный, да, там есть и бюджетный, и согласовательный. И потом мы увидим, что пишут консервативные аналитические центры, как Heritage Foundation, на тему, ну, непосредственно конкретного сценария, да, по Украине, Израилю. И потом мы можем говорить о том, какая будет политика Трампа. Потому что глобально, ну, в первую очередь, Трамп, как человек, который пришёл к власти на месседжи о экономической политике, очевидно, он займётся внутренней экономической политикой. То, что вы сказали, что там обрезать налоги, это всем интересно, ну, отнюдь нет. То есть избиратель демократов, он, наоборот, готов платить больше налоги, но чтобы больше финансировать публичные школы, например, да, либо же, ну, например, больше финансировать разнообразные социальные программы, как предоставление бесплатного жилья и так далее. Республиканцы, ну, такие как бы левые, решения они не поддерживают. Но снова же, моя позиция всегда была, как бы, непопулярной в Украине, что нам нужно вести такой двупартийный диалог, и у республиканцев нет ничего, ну, такого вот ужасного, то, что ряд изданий в Украине писало, да. И, ну, я вам даже, я вот член республиканского клуба, и отчасти это переходило даже, ну, как бы некую такую грань со стороны украинских политиков, да, и лидеров мнения, что они писали, что там большинство республиканцев, они являются, там, друзьями Путина. Причём это доходило до того, что, ну, как бы, друзьями Путина называли людей, которые работали в Белом доме, а Белый дом, ну, это, как бы, наиболее орган, который проверяют все секретные службы, да, то есть там, ну, априори не может работать друг Путина, да, потому что противоречит американским национальным интересам, да. И вот здесь, я думаю, сейчас, ввиду того, что я описала, что решение будет принимать не сам Трамп, а ряд людей возле него, которые компетентны и которые будут ответственны за эти вопросы, нам нужно, ну, нам, как всем украинцам и как лицам из украинского парламента, например, да, они сейчас также здесь, в Соединённых Штатах, я вчера видела нашу делегацию, да, то есть нужно больше работать с республиканцами и говорить с ними их языком, то есть, а их язык — это не язык, помогите нам. Их язык — это давайте сотрудничать, давайте совместно зарабатывать деньги, давайте совместно бороться за религиозные свободы, да, на которые давит Российская Федерация, ну, мы это также прекрасно знаем, да, то есть с ними нужно вести просто диалог по-другому, но это не отменяет диалог с демократической партией, потому что последний мой тезис будет в том, что ключевая помощь Украине и решение по военной помощи, её принимает не президент, а Конгресс на самом деле. И в Конгрессе всегда, даже если больше республиканцев, да, и у них есть, ну, majority, да, большинство, в любом случае это большинство, оно не абсолютно, и голосование происходит представителями двух партий, поэтому нужно продолжать диалог с двумя партиями, но снова же с каждым депутатом это должен быть адресный диалог, то есть более просто диалог «помогите нам», он не работает, это должен быть более эффективный диалог и более диалог по сути. И говорить, что это плохо, ну, я не считаю, что это плохо, я считаю, что это просто по-другому, это будет непросто, но это может дать результат. Действительно, до сих пор большинство в Верхней Палате Конгресса имели демократы, сейчас мы видим, республиканская партия США получила большинство в Сенате в Верхней Палате Конгресса, и республиканцы получают 51 место, у демократов сейчас 43. Мы всегда наблюдали, что, в принципе, двухпартийная поддержка Украины всегда была, и даже республиканцы, конгрессмены приезжали в Украину, и много чего обсуждалось, и мы надеемся, что и план президента Победы Украины тоже произведет впечатление, да, конкретный план действий, который необходим для Победы Украины. Ну и также мы, помню, как Трамп обещал также ввести всеобъемлющие 60-процентные пошлины на китайские товары, чтобы стимулировать производство в США, а это, в свою очередь, конечно же, уменьшает заработки Китая, которые поддерживают Российскую Федерацию. Где-то тоже Украине, наверное, перепадет от этого трамповского успеха. Как вы видите, какие действия Трампа действительно помогут в победе Украины? Ну, смотрите, республиканцы, они на самом деле... Ну, во-первых, полномасштабная война началась не при республиканцах. Ну, мы часто об этом забываем, да, но она произошла не при республиканцах, и это факт. Второе, то, что республиканцы, ну, помните, Маккейн, это всегда были люди, которые давали больше оружия. Но республиканцы, они в первую очередь будут обрезать, ну, как бы, некие программы, которые они считают не до конца эффективными. Ну, например, программа развития IT-бизнеса в Украине. То есть, ну, это немного странно, когда Америка, например, не финансирует строительство доступного жилья для ветеранов, да, ну, нет хороших программ на эту тему, но готовы финансировать IT-проекты, да. Как по мне, это когда Америка даёт только срочную помощь энергетической системе, но не инвестирует совместно в предприятия в энергетическом секторе, да. То есть вот республиканцы будут 100%, я вам гарантирую, сокращать программы USAID, сокращать программы, возможно, ряда какой-то там консалтинговой и консалтинговой помощи и также сокращать прямую помощь украинскому бюджету, конечно. Потому что они считают, что эти программы раздуты, и они об этом говорят уже более полтора года, то есть это не новость, это не то, что я там услышала вчера в республиканском клубе, это, ну, то, что в целом обсуждается уже годами, да. Плохо ли это? Они не говорят о сокращении военной помощи, да. И нам для победы, ну, нужно оружие, мы не можем победить одеялами, цитирую Бриджет из Heritage Foundation, да. И в целом здесь не вижу никаких противоречий, да. По поводу того, есть ли план конкретно у Трампа, подробный план, как сократить налоги или как выиграть глобальное противостояние с Китаем, о котором вы говорили. Ещё раз повторюсь, что сейчас это нарративы. И план, который подробный, ну, мы читали план Heritage Foundation, ну, кто читал, кто не читал, там достаточно, он объёмный, да. Большинство не читали, но рассуждают, как говорится, да. Там были и контроверсионные вещи, и были вещи, ну, например, по основу же вот этой вот дополнительной военной помощи Украине, но в меньшей мере вот этих абстрактных программ, да. Это было в плане Heritage Foundation. И даже когда, я помню, вот на молитвенный завтрак приезжал Лубинец, и ряд украинских депутатов была встреча с Heritage Foundation, они довольно-таки прямо об этом говорили. Ну, тогда, как бы, возможно, часть нашего эстеблишмента не восприняла подобное заявление Heritage Foundation как как бы серьёзную дискуссию. Но сейчас, я думаю, что нужно возвращаться к диалогу с американскими консервативными аналитическими центрами и непосредственно снова же делать акцент на а. экономическое сотрудничество, то есть почему выгодно в формировании вот этой вот гегемонии в Соединённых Штатах поддерживать Украину, б. почему выгодно поддерживать Украину в экономическом противостоянии с Китаем, и в. почему стоит поддерживать Украину с ценностной точки зрения. И я вот прям настоятельно рекомендую обратить внимание на всё-таки вопрос религиозных свобод, потому что Россия нарушает все религиозные свободы практически всех конфессий. Я сама писала достаточно много вот статей в эти же аналитические центры на эту тему, да, потому что они нарушают все права человека и права на вероисповедание. Это очень беспокоит республиканцев, как людей, которые ведут диалог с религиозными конфессиями, потому что они, ну, консерватив, да. И через этот диалог также можно достичь взаимопонимания, по-моему, видите, правда. Здорово. Вот также с победой Дональда Трампа поздравила и президент Еврокомиссии Урсула фундерляйн, которая подчеркнула важность трансатлантического партнёрства между ЕС и США. Давайте услышим. Искренне поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США больше, чем просто союзники. Нас связывает подлинное партнёрство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан. Поэтому давайте работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им пользу. Урсула фундерляйн, президент Еврокомиссии. И сообщение в соцсети ИКС. Министр иностранных дел Германии Нелена Бербак предложила будущей администрации США тесное сотрудничество, а также интенсивный обмен мнениями. Глава немецкого МИДа подчеркнула, что дружба между странами не завязана лишь на одной партии. И мы помним такие дерзкие заявления Трампа в сторону Европейского Союза и НАТО, что будем сокращать это сотрудничество. И вообще, пускай Европа сама думает о своей безопасности. Как вы думаете, дальше будет выстраиваться взаимоотношение между США и Европой? Трамп, он же не политик из эстеблишмента. То есть если мы посмотрим на Байдена, Клинтона, Пелоси, это в целом люди, которые всю свою сознательную жизнь занимались политикой. То есть они дипломаты, они понимают, как подбирать слова. Трамп является представителем, скажем так, другой группы людей. И он действует так, как действует в его группе людей, что естественно для человека. Снова же, при прошлом правлении Трампа мы видели, что по поводу его видения на реформы НАТО, оптимизация финансирования, они в Европейском Союзе воспринимались очень неоднозначно. И возможно, где-то эти заявления были довольно-таки резкими, потому что если мы говорим о дипломатии, то всё-таки некоторые заявления наверняка должны были быть немного мягче. Но снова же, со стороны, я ещё раз напомню, что со стороны, например, военного сотрудничества оборонные компании, они в большей мере поддерживают республиканцев. Они производят своё оружие в Штатах, где снова же республиканцы победили. Поэтому говорить о том, что Америка не будет в НАТО или не будет сотрудничать с НАТО, это оксимарон, потому что снова же республиканцы работают с этим сектором. И вы же прекрасно понимаете, что это один из самых богатых секторов экономики после энергетического сектора, фармацевтического сектора, страховки и так далее. Поэтому, безусловно, стиль Трампа не тот стиль, в котором привыкли работать лидеры Европейского Союза. Это факт. И это будет сложностью. Несмотря на такой лестный, красивый пост у Урсулы фон дер Ляйен, в целом европейские политики, центристы, они заявляли иную позицию, что для них всё-таки более комфортно был диалог с карьерными политиками, а именно с демократами. Ну и они об этом заявляли, несмотря на то, что сейчас посты сегодня выглядят иначе, что типично для политики в любой стране, они заявляли о своих предпочтениях. Но, тем не менее, снова же, Трамп же говорит о экономике. Вот посмотрите, почему у него получилось. Потому что он постоянно говорит один и тот же месседж. Он говорит, внешняя политика, будем сокращать расходы, будем их оптимизировать. Я же бизнесмен, я буду оптимизировать эти расходы. Он говорит о внутренней политике. Да, будем расходы сокращать, рабочие места создавать в Центральной Америке. То есть он никогда не отходит от своего на самом деле базового месседжа. Что он говорит Илону Маску? Он говорит, Илон Маск, я тебе обрежу налоги. Ну вот это тут много обсуждалось, насколько это вообще возможно такое говорить на выборах и так далее. Но, тем не менее, а ты создавай больше рабочих мест. То есть он никогда не отходит от своего вот этого базового месседжа про экономику. И поэтому люди и говорили, мне не нравится персоналия Трампа. Часто люди говорили на фокус-группах, на социологических исследованиях. То есть он как человек, это не совсем мой тип лидера. Но мне нравится его экономическая программа. То есть это вот снова же цитирую социологические исследования, которые, фокус-групповые исследования, это называется, которые я видела, во всяком случае. И снова же здесь, если мы говорим, например, о Германии и о Налине Бербак, проблемы с недостатком газа, это как бы проблемы в первую очередь для Германии. И, например, снова же вот вчера в клубе также говорила с одним юристом, который работает на компанию по экспорту сжиженного газа. И он говорил, что Трамп однозначно поддерживает дополнительные программы по экспорту сжиженного газа, которые выгодны Европе. Я небольшой специалист по сжиженному газу, но он довольно подробно, кстати, описывал, как он участвовал в написании этой части советов для республиканской партии в векторе поддержки этой отрасли экспорта сжиженного газа, чтобы наладить эту логистику. Ещё раз повторюсь, это люди, которые понимают своё дело, у них другое видение экономической политики, но абсолютно точно это не те люди, которые будут далее вести диалог о том, что кто-то кушает собак. Да, но тут главное ещё понимать, что всё-таки глобальная политика от неё тоже зависит и внутренняя экономика в том числе, чтобы этот изоляционизм не преобладал, скажем так, на котором акцентировал Трамп. Спасибо вам большое, Екатерина, за то, что нашли время для нас. Екатерина Адапфенко, политтехнолог, была с нами на связи. Главная тема дня в мире – это убедительная победа Трампа на выборах президента США. Ещё до объявления окончательных результатов Владимир Зеленский поздравил своего старого нового американского коллегу. А вот Владимир Путин не поздравил, по крайней мере официально до сих пор. Главная интрига – как Трамп будет останавливать войну в Украине в 24 часа, ведь он обещал. И, собственно, начался ли это отсчёт тех самых 24 часов? Вот что нас интересует. Спросим об этом кандидата исторических наук, специалистку-американистку Сашу Филипенко. Привет, Саша, добрый вечер. Привет, ой, добрый вечер и волнительный очень вечер, конечно, сегодня. Да, у меня вот спрашивают в комментариях в чате этого выпуска не в честь ли республиканцев «Я в красном». Я – нет. А как насчёт ваших серёжек, Саша? И сразу же перейдём к вопросам насчёт 24 часов. Начались ли они отсчитаны? Можем ли мы уже сидеть и отсчитывать, что война закончится? Нет, нет, конечно, не только в честь республиканской партии. У меня и браслеты синий и красный всегда, чтобы было какая-то… было межпартийное единение сейчас нужно очень увидеть. Отсчёт 24 часов ещё не пошёл, потому что Дональду Трампу для этого нужно стать президентом США. Сейчас всё-таки нам нужно помнить, что президент США ещё Джо Байден до 20 января. 20 января в 10 утра примерно по вашингтонскому времени произойдёт передача власти. А до этого ещё довольно-таки длительный этап, несколько волнительные – 76 дней. И, кстати, 6 января 2025 года Камале Харрис, как вице-президенту США, нужно будет сертифицировать собственное поражение, сертифицировать победу Дональда Трампа на выборах. Поэтому 24 часа, я думаю, он имел в виду всё-таки с момента вступления в должность. Он говорил о том, что он сможет закончить войну до того, как будет инаугурация, до того, как пройдёт инаугурация. Но вот про эти 24 часа, мне кажется, это в отрыве происходило. Поэтому да, он, конечно же, сможет действовать сейчас уже. Это избранный президент США, это 47-й президент США. И, конечно же, к нему будут прислушиваться в том числе и мировые лидеры уже сейчас. Но, тем не менее, пока ещё президентом остаётся Джо Байден. И какие-то невероятные успехи на внешнеполитическом поприще сейчас, если и произойдут, то всё-таки они будут так или иначе связаны с Джо Байденом. И я думаю, что Дональд Трамп не захочет ему отдать вот такое возможное, возможное завершение войны. Потому что Дональд Трамп, мне кажется, хотел бы, как и Барак Обама, получить Нобелевскую премию мира. Подожди, ты хочешь сказать, что Джо Байден сейчас на перегонке с Трампом, пока у того нет полноты всех полномочий, как-то сам попытаться закончить войну за эти 70, сколько ты сказала, два дня? 76 дней. Он может в действительности пригласить Украину в НАТО, он может предоставить гораздо больше оружия, он может сейчас, он может сейчас некоторые резкие шаги совершить. Таким образом, он может изменить ситуацию в действительности. Но поскольку Джо Байден вообще на двух своих важнейших последних выступлениях, а именно это выступление на Конвенции Демократической партии и выступление на Генассамблее ООН, последнее его выступление в качестве президента США перед аудиторией международной, перед мировыми лидерами, он там и там говорил, что, ну, не использовал конкретно эти слова, но смысл был таков, что Украина, помощь Украине является частью его президентского наследия. А, конечно же, он не хотел бы, чтобы его президентское наследие было каким-то образом разрушено. Ну и, соответственно, мне кажется, что Джо Байден, может быть, действительно перейдет к каким-то довольно-таки серьезным действиям относительно Украины, понимая, что в тот момент, когда Дональд Трамп станет президентом США, уже полноправным хозяином Белого дома, в этот момент вот это президентское наследие Байдена может быть разрушено. Ну и как раз те самые 24 часа и начнутся, и уже все, что будет связано с помощью Украине или с окончанием войны в Украине, будет связано исключительно, безусловно, с Дональдом Трампом. Слушай, ну если бы это так и случилось, это был бы, конечно, довольно неожиданный, довольно интересный поворот в этой политической истории. Будем за всем этим наблюдать, разумеется. Но у меня сейчас такой вопрос, который, мне кажется, мало кто обсуждает в интернете после такой уверенной победы Трампа. Согласись, она была уверенной. Никто не ожидал, что так однозначно все будет, что так будут голосовать так называемые неопределившиеся штаты. У всех были сомнения, никто не мог предсказать. И вдруг вот так, как бабах, всем сразу все ясно стало уже практически на утро. Скажи мне, пожалуйста, я не могу не попытаться связать это с тем, что Трамп второй раз подряд выигрывает у женщины. Скажи, пожалуйста, может быть, Америка просто не готова к женщине-президенту? Это одна из версий, что вообще сейчас сложно очень женщине избраться вообще на какой-либо пост. Вообще нужно сказать, что в Палате представителей большое очень внимание уделяется тому, что впервые одновременно будут заседать две темнокожие женщины. Одновременно в Палате представителей. Ну и это тоже некоторое событие в американской политической истории. Возможно, сейчас действительно США, Средний Запад, те самые штаты, победа которых очень нужна была Камале Харрис, именно в Висконсе, но Мичиган еще пока не досчитан, но тем не менее Айова, где якобы у нее был отрыв 3%, по крайней мере, последний опрос накануне выборов показывал отрыв Камале Харрис в 3%, перевес Камале Харрис в 3%, вот эти все штаты проголосовали за Дональда Трампа. Средний Запад США показал, что, видимо, они не готовы действительно к женщине-президенту. И даже те штаты, которые удалось заполучить Джо Байдену, а именно Северная Каролина и Джорджия, вот эти штаты тоже оказались республиканские. Соответственно, действительно, может быть, это связано с тем, что в США, несмотря на всю прогрессивность США, все-таки женщина-президент пока еще вопрос такой сложный, слишком для большого количества избирателей. Я вижу, как у нас активно присоединяются зрители, около 3,5 тысяч человек нас смотрят в прямом эфире. Я призову их поставить нам лайки, не ради нашего Саши Числавия, а просто так вы помогаете нам распространять наше видео в интернете. Только так YouTube может понять, что оно вам нравится, что оно стоящее, что надо его еще кому-нибудь показать. Саша, я хочу просто закольцевать наш разговор. Все-таки вот те 24 часа, которые обещал в своей предвыборной кампании Трамп, что за 24 часа он может закончить войну в Украине. Их отсчет еще не начался. Мы поняли. Но в целом ты серьезно к этому относишься? Америка серьезно к этому обещанию относится? Ну и может быть ты знаешь, Украина не совсем не настолько твоя тема, как Америка, но может быть ты знаешь, в Украине серьезно к этому относится? На 24 часа мне кажется серьезнее относится даже Дональд Трамп. Все-таки он понимает сложность ситуации и все, что говорил Дональд Трамп на протяжении предвыборной кампании, это Дональд Трамп говорил на протяжении предвыборной кампании. Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. То же самое, мы много слышали обещания относительно строительства стены и того, что Мексика заплатит за эту стену в 2016 году. Ни строительство стены не закончено, 2000 километров не построено, ни Мексика, ни цента не заплатила за строительство этой стены. Вот это все обещал Дональд Трамп в 2016 году и он уверенно об этом говорил, говорил, что у него есть четкий план, как это сделать. Также уверен, он говорит, что у него есть четкий план, как все закончить, но просто он этот план не будет озвучивать, потому что он не хочет давать возможность кому-то заранее узнать, какие у него на руках карты, какие у него козыри на руках. Но, тем не менее, Дональд Трамп может по-разному давить на Киев и на Москву. Он может заставить их сесть за стол переговоров. А как он будет заставлять их сесть за стол переговоров? Вот это способы могут быть очень и очень разные. От, начиная от того, что Дональд Трамп, например, будет предоставлять большое количество военной техники и помощи Украине для того, чтобы напугать Владимира Путина, ну или, по крайней мере, Дональд Трамп об этом заявит и скажет, что вот-вот уже сейчас пойдут отгружаться новые какие-то партии военной техники. Ну и одновременно он может давить разными способами на Москву, чтобы заставить всех сесть за стол переговоров. План, который у Дональда Трампа, судя по всему, есть, хотя он полностью его не подтвердил. Его озвучил только Джей Ди Вэнс, кандидат, точнее, уже избранный вице-президент от республиканской партии Джей Ди Вэнс, бывший сенатор от штата Огайо. Он озвучил план, который по его представлению, как по его представлению должен завершиться конфликт, как он это называет. Он говорит о том, что Дональд Трамп посадит всех за стол переговоров и прочертит линию по линии соприкосновения, вокруг которой в два километра в одну сторону, в два километра в другую сторону будет некая демилитаризованная зона, которую должны контролировать третьи страны, третьи силы какие-то, не Россия, не Украина, но и не США. США этим заниматься не будут, по заверению Джей Ди Вэнса. Ну и дальше вопрос уже заключается только исключительно в том, какой, что называется, язык, но я имею в виду не язык, как английский или украинский язык, используется для определения тех территорий, которые оккупированы Россией. а это language, что называется, как юристы это называют, каким образом описываются эти территории. Вот дальше уже вопрос заключается именно в этом, поскольку, ну, если это действительно план Дональда Трампа, если это то, как он видит окончание, ну, хорошо, не в 24 часа, но в какое-то количество дней войны в Украине, то главное посмотреть, что он будет предлагать, как описывать оккупированные России территории. Но это, тем не менее, к этому плану Дональд Трамп полностью в открытую не присоединялся. Он говорил только о том, что, ну, Джей Ди Вэнс это озвучил, но я вам говорить о своем плане не буду, потому что я покажу козыри, которые у меня есть на руках. Соответственно, мы не знаем, в чем заключается, конкретно, в чем заключается план Дональда Трампа, но что еще сложнее, мы не знаем, кто будет советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Это могут быть в том числе и республиканцы, которые, например, в большой степени поддерживают Украину. Ну, это пока еще, мы узнаем об этом через несколько месяцев, скорее всего, от этого, от тех людей, которые будут рядом с Трампом, будет очень многое зависеть. В общем, пока нам ясно только направление, конкретные шаги все еще в тумане. Будем наблюдать за развитием ситуации. Спасибо большое. Напомню нашим зрителям, что в прямом эфире программы «Воздух» была кандидат исторических наук и американист Александра Филипенко. Спасибо большое, Саша, что пришла. Подробнее о процессе смены американского президента из Вашингтона расскажет Михаил Комодовский. Михаил, здравствуй. Тебе слово. Приветствую, коллеги. Ну, после ночи выборов президент Байден поговорил по телефону с вице-президентом Камлой Харрис и поздравил ее с проведением ее исторической кампании. Действительно, такое является. У нее было всего 107 дней для того, чтобы победить умы и сердца американцев. Президент также поговорил по телефону с избранным президентом США Трампом и поздравил его с победой на выборах. Действующий президент заявил, что привержен главному переходу, плавному переходу власти и подчеркнул важность работы по объединению страны. Как сообщает «Голос Америки», президент Джо Байден пригласил избранного президента Трампа встретиться с ним в Белом доме. Сотрудники администрации сейчас согласовывают конкретную дату в ближайшее время. Сегодня президент, как мы видим на экранах, обратился к нации из розового сада Белого дома для того, чтобы обсудить результаты выборов и процесс передачи власти. Я присутствовал там и его довольно тепло приняли сотрудники администрации, члены его собственного кабинета, члены его семьи. И он заявил, что 20 января у нас состоится мирная передача власти, заверив, что его команда окажет полное содействие команде избранного президента Дональда Трампа в переходном процессе. Это то, что мы не видели четыре года назад, когда, собственно, Байден езжал в Белый дом. Мы не можем любить страну только тогда, когда побеждаем, заявил Байден. Он также сообщил, что поговорил с Трампом, пообещал обеспечить переход власти упорядоченно. Это очевидный намек на напряженные события выборов 2020 года, когда Трамп отказался признавать поражение и не сделал это по сей день. И вот что заявил президент Байден. Мы — это народ. Народ голосует и выбирает своих лидеров. И народ делает это мирно. В условиях демократии воля народа всегда преобладает. Вчера я говорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой. И я заверил его, что моя команда будет работать с его командой и поддерживает мирный переход власти. Это то, чего заслуживает американский народ. Президент отметил, что у его администрации есть 74 дня для завершения своей работы. Главный вопрос здесь остается прежним. Каковы их задачи до 20 января, особенно в отношении международных союзников, особенно в отношении Украины. Я облагаю, для ваших зрителей это вопрос номер один. Администрация Байдена тем временем работает над тем, чтобы передать Украине весь объем помощи, утвержденный Конгрессом в рамках программы сокращения вооружений до конца президентского срока. Об этом передают корреспонденты Голос Америки в госдепартаменте. Но в свою очередь витя президент Камала Харрис выступила с первой публичной речью после поражения на выборах. Она сделала это в ее альма-матер, это в университете Горда в Вашингтоне. Цитата, которая стала в центре этой речи, хотя я признаю результаты этих выборов, я не сдаюсь в борьбе. Она заявила, что мы должны принять результаты и что администрация готова помогать избранному президенту Дональду Трампу и его команде в переходный период и обеспечить мирную передачу власти. Она поблагодарила свой предвыборный штаб номинированного кандидата вице-президента Тима Уолса и действующего президента Байдена за помощь и поддержку и заявила, что будет бороться за демократию и ценности американской демократии и далее на площадях и в судах везде, где это здесь позволяет закон. Коллеги. Что ж, коллега, спасибо большое. Михаил Командовский из Вашингтона рассказал о том, что происходит в США после президентских выборов, в частности, о мирной передаче власти от демократов республиканцам. Субтитры создавал DimaTorzok